Убийство сослуживцев становится все более распространенным в российской армии, причем разными способами. Иногда это уставшие от всего происходящего солдаты, которым надоело быть мальчиками для битья. Иногда это обнуление от своих же командиров. Сразу о двух достаточно серьезных случаях стало известно совсем недавно. По данным телеграм-каналу Досье Шпиона, 25 октября в районе населенного пункта Кремяное Курской области рядовой Александр Рябов застрелил из АК-74 заместителя командира 2-го мотострелкового батальона 810-го БРМП капитана Дмитрия Слепнева, вступившего с ним в словесный конфликт. 26 октября в районе Новопокровки Запорожской области военнослужащие 2-й штурмовой роты ВИИ 38-го МСБР Максим Федорченко расстрелял десятерых спящих сослуживцев и скрылся. Его поиски по данным Досье Шпиона продолжались на тот момент и продолжаются до сих пор. Это лишь одни из множества примеров захлестнувшей в СРФ эпидемии убийств, не связанных непосредственно с ведением боевых действий. Жертвами становятся украинские военные, взятые в плен, гражданское население и даже сослуживцы. Впервые информация о массовых убийствах, совершаемых российскими военными, появилась еще весной 22-го года. Тогда жертвами стали мирные жители Киевской, Черниговской и Сумской областей. Однако новая волна может оказаться еще масштабнее. Тяжкие преступления совершаются участниками СВО и на гражданке. В России в первую очередь речь идет о заключенных из бывшей ЧВК Вагнера и отрядов Шторм-Зет, чей срок службы уже истек. Издания Инсайдера изучили известные случаи и обратились к специалистам, которые объяснили, почему российские военные бывают мирных жителей и друг друга все чаще. Вы на канале Майкла Наки, если нет, переходите и поддерживайте видео вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Это позволяет его распространить как можно больше, ведь сегодня мы поговорим об очень важной теме. Об убийстве военнопленных, об убийстве гражданских, об убийстве гражданских на гражданке и об убийстве российскими военными друг друга. И, к сожалению, только последняя тема это что-то позитивное. Речь о том, что теперь контроль над российскими военными достиг какого-то исторического минимума. Они шмаляют во все по друг, друг в друга, в гражданских, иногда по приказам командиров, иногда без него. Это уже не просто единичный случай, это настоящая тенденция и она расширяется. Поэтому об этом важно говорить даже с теми, кто считает, что война в Украине правильная, потому что даже для них угроза нарастает, так как российские военные убивают не только друг друга, но и российских граждан уже на гражданке, когда приезжают в отпуска или когда по ранению демобилизованы. Поэтому это риск и опасность, которая растет вообще для всего живого, для украинцев, для россиян, вообще для всех, кто проживает на территории этих двух стран, а может быть и за их пределами. Поэтому тема важная, помогите распространить это видео. Но начнем с того, что происходит в российской армии по отношению к сослуживцам. До недавнего времени провинившиеся военные погибали в основном в результате пыток и избиений, а в несудебные казни ассоциировались в первую очередь с ЧВК Вагнера, в том числе наиболее известный эпизод с убийством кувалды, вернувшегося из плена Евгения Нужина. Теперь же, судя по всему, практика перешла из фактически прекратившей существования ЧВК в регулярную российскую армию. Российские бойцы постоянно записывают видео с жалобами на то, что командование угрожает им обнулением. Так на жаргоне называют несудебные казни за невыполнение приказов, в том числе за отказ идти в местные штурмы. В некоторых случаях, например, в недавнем видеообращении военнослужащих 19-го танкового полка, утверждается, что такие угрозы притворяются в жизни. Наши же, которые хотят нас всех обнулить по той простой причине, что мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы. В прямом смысле слова, совершать самосуд, убивать наших людей вместе со своим товарищем, который относится к группе В и убивает пацанова за то, что они отказываются идти вперед. По той причине, потому что теряют каждый заход 90% личного состава. Кстати, как думаете, что стало с этими людьми? Насколько мне известно, выжил только один из них, остальных обнулили. О некоторых случаях становится известно и из материалов российских уголовных производств. Самым нашумевшим стало убийство семи военнослужащих 6-й мотострелковой дивизии, которых офицеры отвели в подвал на передовой и закидали гранатами. Я рассказывал про этот случай. Другой способ обнуления – принудительная отправка в местной штурм, зачастую из-за разногласий с командованием. Наиболее известный прецедент – это расправа над операторами БПЛА с позывными Гудвина и Эрнест из одного из полков донецких мобилизованных. Виновным в Z-сообществе считают командира полка Игоря Пудика, который до сих пор сохраняет свой пост. Доказать виновность командования в подобных ситуациях зачастую невозможно, так как во многих российских частях до сих пор нет штатных операторов дронов, и такие специалисты формально занимают другие должности, например, рядовых стрелков или снайперов. Кроме того, многих специалистов отправляют штурмовые отряды в результате банальной нехватки людей. Периодически встречаются и упоминания заградотрядов, которые расстреливают штурмовиков, отказывающихся наступать. Те доказательства, которые появляются в публичном доступе, свидетельствуют о том, что такая практика носит скорее импровизированный характер. Видео с работой заградотрядов было опубликовано в телеграм-канале «Досье шпиона», который, как утверждается в описании, связан с российскими спецслужбами, и по которым я должен дать одно пояснение, это анонимный телеграм-канал. И я постоянно говорю, что любые анонимные источники, да и вообще источники, я не очень люблю. Однако, единственное исключение, это буквально телеграм-канал «Досье шпиона». Нет, я его не рекламирую, потому что мне за это никто не платит, и все такое. Более того, вполне возможно, что он принадлежит действительно каким-то российским военным или спецслужбам. Но дело в том, что вот за все время своего существования те видеозаписи, которые они выкладывали, те информации, которые они выкладывали, они затем подтверждались. Не было ни одного раза, когда их информация, про которую они пишут как стопроцентную, потом бы не подтверждалась. Поэтому пока до первой, что называется ошибки, информацию из телеграм-досье шпиона я воспринимаю как информацию, которой можно доверять. Так вот, значит, там публиковалась видеозапись, как командир бригады, позывной борода, отдает приказ офицеру гнать группу вперед и контролировать, чтобы никто не отказывался. Мясник, Мясник, давай группу в атаку, группу в атаку отправляй. Ты сзади стоишь, ты сзади стоишь. Мясник, Мясник, гони их вперед, группа идет вперед, группа идет вперед. Ты находишься сзади, контролируешь, чтобы никто не отходил из них. Мясник, дай приказ идти вперед, идти вперед. Если я слушаю, то ты знаешь, что с ними делать. Они говорят, если я слушаю, то знаешь, что с ними делать, обнулировать. Типа, ебать. А Мяснику завалит. Мясник, Мясник, группу вперед, группу вперед. Кто отказывается, отказывается, ты знаешь, что делать. В целом, таких радиоперехватов немало. Их публикует многоукраинская сторона, где буквально говорят, вернутся на позиции, иначе расстреляют и так далее. Но можно понять, что вся система обнулений, судя по всему, сложилась так же стихийно. И этим она, кстати, радикально отличается от практик предыдущих войн. За годы Второй мировой войны только по приговорам военных трибуналов было расстреляно более 157 тысяч советских военнослужащих. Однако советское военно-политическое руководство пыталось придать казням легальный или хотя бы организованный характер, отводя роль палачей специально созданным за градотрядом и контрразведчиком СМЕРШа. Ситуация же, когда вокруг командиров создаются неформальные группировки, занимающиеся пытками и казнями, приводит к моральному, мягко скажем, разложению армии и усиливает опасность для жителей самой России, когда бойцы возвращаются домой и несут с собой кровавый хаос. Но к этому мы еще с вами обязательно вернемся. Одна из причин попустительства со стороны руководства российской армии, на мой личный взгляд, в отношении таких внесудебных казней, расправ и того, что российские солдаты стреляют друг друга, заключается в том, что только так можно допустить отсутствие массового дезертирства. Дезертирство есть, а оно немаленькое. Речь идет о тысячах, а где-то уже говорится о десятке тысяч там и больше сбежавших российских солдат. Но это были бы сотни тысяч, если бы ни одно но. Нежесткая дисциплина, которая зиждется как раз на физических наказаниях, унижениях и расстрелах. Потому что российского солдата держат примерно ничего на линии фронта. Он там бесправен, причем бесправен бесконечно. Контракты, которые они подписывают, бессрочные. Более того, раненых часто отправляют на штурмы, как и ремонтников, ГПЛАшникова, кого угодно еще. Если бы не было практики, собственно, такого самосуда, если бы не было возможности засунуть человека в яму или расстрелять, то, скорее всего, количество дезертиров превысило бы все разумные пределы. И что-то похожее, но в меньшем масштабе мы видим в украинской, например, армии, где много мобилизованных, которые покидают свои позиции. И в целом количество дезертиров в украинской армии, судя по всему, выше, чем в российской. При том, что это люди, у которых есть понятная цель, ради которой сражаться. Но в украинской армии нет пыток, в украинской армии нет казней, заград отрядов и обнуления. То есть нет того страха, на котором держится российская. Я думаю, что в отсутствие этого страха российская армия бы там бежали просто сотнями тысяч, эти военные. Потому что они не воюют за идею, потому что, когда они приходят на передовую, то, что они видят, сильно отличается от того, чем их заманивают в армии. Им рассказывают, что они будут в тылу. Им рассказывают, что российская армия победоносно идет вперед, нанеся никаких потерь. Когда они приходят, оказывается, что любое российское продвижение, оно смазано кровью обильно. Причем кровью, собственно, российских солдат. Именно поэтому, собственно, вот эта система, которая существует, система с пытками от лагерных порядков, убийств, обнулений и так далее, в российской армии, она безальтернативна. Если ее не будет, то все из нее попросту сбегут. Но перейдем к следующей чудовищной странице, потому что убивать друг друга российские солдаты, в принципе, у меня к этому больших претензий нет. Ну, пусть убивают. Да, чем больше они друг друга убивают, тем меньше российских солдат в Украине. Ну, или, может быть, в какой-то момент у российских солдат проснется чувство собственного достоинства. Они не будут позволять командирам пускать себя на мясо и обмануть в яме. Черт его знает, поживым увидим, в конце концов, именно этим закончилась Первая мировая. Гораздо более страшная для меня вещь, это как раз те ужасы, которые российская армия делает в Украине, особенно с гражданскими людьми. Российское вторжение в Украину с первых дней сопровождается гибелью гражданского населения. По данным ООН, всего с февраля 2022 года погибло минимум 11 973 мирных украинцев, и еще 25 943 получили ранения. Это минимальные цифры, потому что ООН, во-первых, помойку, во-вторых, считать не умеет. То есть мы можем абсолютно откровенно говорить, что речь идет о десятках тысяч человек. ООН предупреждают дополнительно, что эти данные неполные, в них не входит большинство погибших в Мариуполе, количество которых, по самым сдержанным оценкам, составляет тысячи человек, а в целом говорят о нескольких десятках. Однако в первые месяцы вторжения российские военные убивали мирных украинцев не только в ходе боевых действий и обстрелов, но и лицом к лицу. Наиболее известный эпизод «Резня в буче», жертвами которой стали 419 человек. Я, кстати, рекомендую, скоро выйдет фильм в начале ноября, фильм «Буча» 7 ноября. У него, насколько я понимаю, мировая премьера. Он будет показываться в Украине, будет показываться в западных странах. Я всем рекомендую посмотреть, а если вы, соответственно, в России, то где-нибудь найти его и скачать, потому что это важное, хоть и художественное произведение, но тем не менее и основанное на реальных событиях, основанное на реальной истории одного из героев фильма. И это, мне кажется, важное напоминание того, что речь не идет о каких-то стрелочках на карте. Речь идет о человеческих жизнях. Убийства мирных жителей на оккупированных территориях не прекратились и позже, после буча, хотя информация о них стала поступать реже, потому что люди меньше стали обращать на нее внимание. В октябре 2024 года Украинский центр журналистских расследований установил, что российские военные насмерть запытали жителя захваченной Новой Каховки, Херсонской области. А в сентябре украинский волонтер Сергей наконечный заявил, что россияне убили 11 жителей Украинска, отказавшихся эвакуироваться. Известно, что, по крайней мере, в некоторых случаях убийц преследует оккупационная администрация. Например, в апреле был задержан бывший заключенный Василий Сажин, застреливший из автомата двух мужчин после ссоры в оккупированном Лисичанске Луганской области. В том же месяце задержали двоих российских военных, убивших на оккупированной территории Херсонской области пять человек, в том числе главу администрации села Абрикосовка. В последнее время война с мирным населением приобретает форму буквально сафари на людей. Жители Херсона рассказали изданию «Киев Индепендент», что российские дроны атакуют всех без разбора, в том числе автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. В опубликованном в октябре материале также говорится, что на мирных жителях тренируются российские операторы дронов, которые учатся сбрасывать боеприпасы на движущейся цели. В украинском канале ТИСК рассказывают, что в СРФ ввели в городе красную зону, где атакуют любые транспортные средства, а более серьезные цели поражают артиллерии и авиабомбами с модулем УМПК, не считаясь потерями среди гражданских. Россияне тем временем сами демонстрируют кадры, например, сброса на автомобиль управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Удары по мирному населению подтверждает и известный российский оператор дронов с позывным «Моисей», побыстрее бы он сдох, требуя от местных жителей выдать им позиции ВСУ, чтобы сохранить жизнь и имущество. Есть очень много кадров, их собирает в том числе Эндрю Перпетюа, это такой военный аналитик, где российские операторы дронов буквально уничтожают априори гражданские цели, которые выглядят как гражданские цели, движутся как гражданские цели и являются гражданскими целями в городе. Просто в городе не военный, не в укрепах, не на какой-то там зоне прямого боестолкновения, ленивого боестолкновения, а просто в городе выискивают гражданских и уничтожают их, тренируясь таким образом учиться сбрасывать боеприпасы на движущиеся цели. От убийств не застрахованы не только мирные украинцы, но и военные, сдающиеся в плен россиянам. По данным ООН, через пытки и издевательства проходят 95% украинских пленных. Известна история морпеха Юрия Вольчука, который в течение нескольких дней после возвращения с плена просто не мог говорить. Однако многие украинцы вообще не доживают до плена. Российские военные расстреливают сдающихся на месте. Убийства часто попадают на видео с дронов. Одним из вопиющих случаев стал расстрел сразу 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, а других удается узнать из видео, снятых самими же российскими военными. Интернет облетели кадры казни украинского военнослужащего Александра Муцеевского, который перед смертью успел сказать «Слава Украине». В другом случае на российское видео с захваченной позицией «Зенит» под Авдеевкой попали тела украинских военных, которых оставили на позиции ранеными при отходе. Украинские 110-е МБР, которые принадлежали убитые, пояснили, что договорились с россиянами, что те возьмут раненых военнослужащих в плен и окажут им медицинскую помощь. Однако они нарушили договоренность и убили бойцов бригады. О других случаях становится известно со слов самих российских военных. Харьковская областная прокуратура расследует дело о расстреле украинских пленных на Волчанском агрегатном заводе, опираясь на показания российских военнопленных, взятых спецназовцами ГУРа во время зачистки территории завода. Еще один россиянин, которого взяли в плен бойцы бригады нацгвардии АЗОВ, показал, что командование приказало расстреливать пленных, так как с ними возиться некогда. По данным Офиса генпрокурора Украины, число задокументированных случаев расстрела россиянами военнопленных уже перевалило за сотню. Ранее представитель Офиса генпрокурора Юрий Белоусов приводил статистику, согласно которой 80% расправ над пленными зарегистрированных в 2024 году. Примечательно, что последние сколько-нибудь обоснованные обвинения украинских бойцов в убийстве военнопленных относятся к концу 2022 года. С тех пор, несмотря на обвинения в СУ в аналогичных действиях со стороны ЗЭД-сообщества, ни одного видео с подобными ситуациями приведено не было, хотя российские военные наблюдают с беспилотников за полем боя не менее пристально, чем украинские. Несмотря на это, ЗЭД-авторы охотно оправдывают расстрелы, а, например, в неонацистском формировании Русич открыто к этому призывают. Это и неудивительно, расставительский проект Беренкет приводил убедительные доказательства, что именно руководитель группировки Алексей Мельчаков был запечатлен с отрезанной головой на фотографии, снятой в Сирии. Если подобные издевательства над убитыми раньше были присущи в основном Русичу и Вагнеру, то сейчас к ним присоединились регулярные российские части. На видео 155 МВРМП из Белгородской области фигурирует, вероятно, голова украинского военного, насаженного на шест. Еще одного украинского военного со связанными скотчем руками пронзили мечом с надписью «За Курск». Причем это произошло вовсе не в Курской области, а в недавно оккупированной Новогродовке в Донецкой области. Но надо сказать, что 155-я бригада морской пехоты платит цену за то, что они сотворили. И прямо сейчас платят в Курской области. Я делал про это отдельное видео. Призываю активнее помогать 95-й бригаде украинской и полетских десантников, которые, мягко скажем, ведут прицельную охоту за морпехами 155-й. Но есть и угроза непосредственно для россиян в России. Военные, вернувшиеся из зоны СВО, так называемые, часто становятся фигурантами криминальных сводок об убийствах и других преступлениях. По данным издания «Верстка», собранном на конец сентября 24-го года, от их действий в России погибли как минимум 242 человека, и еще 227 получили тяжелые увечья. Эта цифра как минимум сопоставима с числом мирных жителей, погибших в 22-24-х годах от обстрелов российского приграничья. Омбудсмен Татьяна Москалькова насчитала 398 убитых. Больше половины преступников — бывшие заключенные, отслужившие по полгода в обмен на помилование в рядах ЧВК «Вагнера» или отряда «Шторм-Зет». При этом участие в войне зачастую считается смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, в результате чего бывшие военные часто получают условные сроки, если их жертвы выжили. Некоторые убийства носят исключительно жестокий характер. В Ленинградской области бывший участник СВО убил и расчленил сестру своей сожительница после бытовой ссоры. Об этих случаях даже я рассказываю в своих сводках, где есть такая даже отдельная рубрика «Новые элиты». Как вы помните, Путин назвал возвращающихся с войны этих зэков и военных и всех остальных новой элитой. И, значит, в этой рубрике я просто рассказываю, что это новая элита делает на территории России. Убивают, насилуют, грабят. Это вот буквально то, что делает новая элита. Ну, а чтобы смотреть сводки моей, такой вот переход, значит, без замедления YouTube, я всем рекомендую купить nVPN. Это не VPN, который я рекламирую, это мой собственный VPN, потому что, ну, я решил, что рекламная интеграция, которая вообще возможна на YouTube-каналах сейчас, их, во-первых, очень... Это маленький круг рекламодателей, потому что, ну, как бы, я уголовник, уголовник, инагент и так далее, и вообще рынок схлопнулся для людей с похожими, там, значит, вводными. При этом рекламировать всякую бурду, честно говоря, не хочется, хотя иногда у меня происходят какие-то рекламные интеграции. Спасибо большое рекламодателям, которые приходят, но я очень жестко их отсеиваю, поэтому там до вас, даже из тех, что мне предлагают, до вас доходит там одна из семи, одна из восьми. Но в любом случае я решил сделать продукт, который будет и вам полезен, и каналу сможет помочь, и, в принципе, на мой взгляд, без него сейчас никуда. Это VPN. VPN, за который я ручаюсь сам, у меня есть техническая команда, которая его делает, он точно обходит все блокировки, причем не только в России, но и в других странах. Вы можете приобрести его с зарубежных карт, естественно, но и, что самое важное, вы можете приобрести его с российских карт. Это довольно уникальная фича. Более того, он не может быть удален из App Store и из любых других приложений. Сайт с ним невозможно заблокировать. Короче говоря, это VPN, с которым ничего не получится сделать ни Роскомнадзору, ни западным компаниям, которые почему-то решают помогать Владимиру Путину. Ну, как почему, не знаю, за денег, наверное. Деньги у Apple'а в России сейчас. В любом случае, MVP-н это то, что поможет решить большую часть ваших проблем с интернетом и, в принципе, скрыть там ваши какие-то цифровые следы. Покупайте его по ссылке в описании, тем самым вы поможете каналу. Но если просто хотите помочь каналу, ничего не покупая, можете на Патреоне подписаться. Ссылка на Патреон также будет в описании. Но мы вернемся к эпидемии убийств, которые сейчас буквально в российской армии свирепствуют. Известно, как минимум, об одном еще случае Friendly Fire'а. В Волгограде один ранее судимый участник войны в ходе бытовой ссоры убил своего приятеля, который также оказался ранее судимым участником войны. Именно друзья, знакомые и родственники, по данным верстки, все чаще становятся жертвами ветеранов СВО. Ну, потому что закономерно, да, что с кем бухают, с кем проводят время и так далее. Это, конечно, не меняет того, что они посреди улицы могут начать стрелять, как тоже бывало, или кинуть, например, светошумовую на детскую площадку, как тоже, наверное, самое впечатлившее меня видео из таких, которые были. Но, конечно, если у вас родной, близкий, друг, знакомый, брат, свят, свекор, кто угодно сходил на СВО и, значит, приглашает вас в какое-нибудь застолье, отказывайтесь, вообще держитесь от этих людей подальше. Другое дело, что массово не получится это сделать, особенно когда начнут возвращаться в большом количестве эти люди. Все, что происходит сейчас, это прелюдия. Потому что, по факту, очень малое количество людей возвращается с фронта. Большая часть людей, она до сих пор там, потому что контракты бессрочные и так далее. Возвращаются те, кто там ранены очень сильно или в отпуска люди приезжают. Но представьте, что будет, когда вернется 100 тысяч, 200, 300, 400 тысяч, и все они заполнят улицы. Вспомните, что было после вывода советских войск из Афганистана, что в 90-е именно люди, имеющие боевой опыт, вернувшиеся на гражданку и поняв, что на гражданке им делать не надо, составляли костяки многих банд или будущих убийц. И я думаю, что то, что мы увидим после возвращения российских солдат обратно в Россию, это будет сильно мощнее, чем то, что мы видели в 90-х. К сожалению, связь между участием в боевых действиях и случаями бытового насилия самое, что ни на есть, прямая. И отнимая слова, это рассказал инсайдеру психотерапевт, занимающийся проблемами ПТСР. Эксперт предпочел, естественно, остаться анонимным. Дело в том, что продолжительное пребывание на фронте, особенно в условиях повышенной опасности насилия, может сопровождаться серьезными психическими расстройствами, такими как ПТСР, боевая травма, депрессия, тревожные расстройства и другие. Сама адаптация человека к боевым действиям является достаточно вредной для социальной жизни, потому что человека приучают не сдерживать агрессию, нападать и убивать. Это все ведет к тому, что человек адаптируется к боевой среде, но не к мирной жизни, потому что в ней другие нормы, сдерживать агрессию, ни на кого не нападать и никого не убивать. Последствия, в принципе, мы уже наблюдаем, просто их будет больше. Рост преступности, домашнего насилия, бытовых убийств, формирование отверженных людей, которые не интегрируются в общество и спиваются. Плюс еще само негативное отношение к войне, из-за которого этих людей здесь никто не ждет, кроме их совсем родных и близких. Они будут социально дезадаптированы, поэтому мы получим огромное количество выбывших из социальной действительности и страдающих от психических расстройств. Их судьба не завидна, и тут нужна целостная программа интеграции, которой у нас на государственном уровне нет. Судя по всему, в российской армии также отсутствует эффективная система контроля психологического состояния бойцов на фронте, а также какие-либо схемы предотвращения преступлений силами военной полиции. Последняя занимается, видимо, в основном охотой на волонтерский транспорт и придирками к внешнему виду военных на тыловых блокпостах. В СРФ, где жизнь собственных бойцов ценится крайне низко, явно не заботится о сохранении жизни мирных жителей Украины и России, тем более украинских военных. Поэтому можно предположить, что эпидемия убийств на фронте, на оккупированной территории и в тылу будет только нарастать. Отдельно я бы тут еще мог рассказать вам про Курскую область, где вдруг оказалось, что основная угроза для Курской области – это российские военные. Они сбрасывают бомбы, они мародерят и даже они грабят, насилуют и убивают, если верить Апти Алаудинову. И, собственно, я об этом рассказываю, в том числе в сегодняшней утренней сводке, подробный блог про те новые данные объективного контроля, которые позволили выяснить, что, например, Кореневы российские солдаты обнесли подчистую. И об этом пишут местные жители и даже выкладывают видео. Ну, а на этом, в этом видео на сегодня все. Спасибо большое всем, кто посмотрел, поставил лайки, подкомментировал, подписался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!